всем привет вы на канале путешествую экономично-загранично и конечно же мы опять в путешествии мы сидим в новосибирском аэропорту и как вы думаете куда мы улетаем ну конечно же где слет всех блогеров знаменитых и не очень это зензибар снимем все сюжеты которые только возможно ждите новостей ну а пока подписывайтесь на наш канал увидимся просидев в аэропорту девять часов из-за задержки рейса мы наконец-то вылетели самолет компании azure air boeing 767 повидал много на своем и очень неудобные узкие кресла никаких розеток зарядок регуляторов воздуха и при этом всего 10 килограммов багажа и 5 ручной клади но в иллюминатор мы наблюдали красоты нашей необъятной земли и ждали встречи с неизвестной нам африкой мы сейчас пролетели персидский залив нас летим на саудовской аравии сейчас мы ее пролетим в метках потом на отсюда через красное море суда до витрею скорее всего карта полета кения и вот она там сзади и вот она в общем как всегда нас спасли наши бутерброды которые мы всегда делаем дорогу ждем потому что оказалось что на рейсе на 11 часовом рейсе нет второго ни завтрака ни ужина ни обеда то есть нас один раз покормили и все на этот а на обед вот что было капуста сухая какая-то с морковкой абсолютно без заправки булка небольшая рулет химический и сухой присухой рыс с деревянной котлетой а в конце нас еще и об посадочную полосу долбанули вот эта посадочка нормальное завершение короче вот она я потому что это точно мы летели пахнет по-другому здесь другой запах влажность правда сразу чувствуется влажность сейчас вечер поэтому не жарко наверное градусов там где-то 27 наверно и с вечерком ну приятно, приятно, хорошо мы стоим в аэропорту Сан-Зипара зародует только наш полет слава Богу, потому что мы прибыли на 6 часов позже чем по-нужному было видимо нас сейчас быстрее даже, сколько мы так надеемся потому что время уже здесь по местному времени 7 вечера то есть пока мы тут сейчас оформим документы где-то, ну, обычно практика показывает, что это полтора-два часа может быть вдруг нам поведет но если не поведет, тогда мы в отель попадем только на часам десяти вот мы надумали, что в такую даль родители не потащат своих детей но был полный самолет детей ну, по крайней мере, человек на 40, где детей было причем даже маленький возраст, например, грудники ну, как-то они перенесли этот полет у некоторых, конечно, у некоторых было тяжело детям и нам и нам с этими детям тоже было тяжело ну, вообще, конечно, ну, тут, наверное, ни в дело ни в детях надо все-таки в их родителях как-то еще ехать а детей надо на неделю и вообще, с какой целью, ну, в общем-то не понимаю потому что оздоровления здесь абсолютно нет точно ни для детей, ни для взрослых ну, это у карта свой выбор кто собирается лететь на Зонзибар не волнуйтесь, вы в аэропорту вы во всем разберетесь и действительно, лучший обменник на выходе из аэропорта не прошло и двух часов как мы этот параллель прошли мы прошли все префоны, бензу поставили мы с кучей денег мы просто куча целая мы едем скажи побольше опять стали миллионерами ну, все, мы в автобусе кстати, здесь неожиданно вот я представляла, что вот прям при... вот здесь будет прям, ну, что-то ужасное очень даже цивильно чистые, кстати вот, ни мусора нет, ни ничего вот этот автобус, который, ну, видимо, анекса стоит, да? мы посмотрим на долу-долу дола-дола, наверное, где-то более циркетчен сняли маски теперь маски уже тут нужны то есть, их снимаешь прямо на выходе даже кепку сегодня как же без кепки? вот ручка и кови такой едем в автель хотя, должны мы были приехать 6 часов назад и уже, вот мы сейчас должны были, в принципе, искупаться в океане и поужинать, ну, мы судьба хорошо, что мы взяли с собой колбасы и коньячка на рецепшен нас встречала елка а в номере была кровать с лебедями вот кто хочет стать миллионером приезжайте в Танзанию и буквально вот в любом обменнике вы им станете я сегодня утром вот раскладывала деньги посмотрела, что они себе представляют посчитала даже вот тут вот на унитазе потому что Сергей спит сейчас еще здесь в Танзании в 6-й час утра оно у нас уже десятое я уже выспалась и чтобы его не путить вот здесь вот посчитала разложила и вам показать сейчас скоро пойдем уже смотреть океан в общем, мы выходим на рассвете из сахары дует ветер первое наше утро на Занзибаре идем показать территорию ну, как все приличные блогеры в общем, от нашего домика так, вот он наш домик вот он наш домик тут симпатичный кустик растет и мы выходим прям сразу в бассейну вот сразу в бассейну выходим и там вот под большой крышей там уже ресторанчик тут, конечно, номера, наверное, поцивильнее но вот здесь вот в этом двухэтажном в этих двухэтажных зданиях да, они дороже но и тут все на виду прям совсем-совсем тут зато есть воздух которого у нас в нашем закладке мало там все-таки ну что, идем смотреть мы, конечно же океан вон он вот он, океан рядом так, бассейн бассейн нас не сильно интересует как-то вот пока тут люди уже пошли, видимо, плавать тоже наверное а там выход, да? ну да в общем это мы, конечно, все потом подробно покажем вот тут тоже есть волшебная калитка ух ты так мы пришли на океан вот он вот он, океан посмотрите, какой песок и какая вода и папа, папа, папа... папа, папа Акуна матата!